Привет! Вот отсюда я буду дополнительно раскрывать все подробности для того, чтобы вам было интереснее и вы могли проникнуться нашими ощущениями. Для зрителя, который случайно попал на этот канал, я думаю, что стоит начать с самопрезентации. Мои ребята горят, когда сзади наряд. Я гоню быстро, не подъедешь близко. Останови, если хочешь обететься. Я гоню быстро, не подъедешь близко. Прикинь, мы вчера загружали площадку, приехали работники, которые просто ее грузили в газель. Мы сейчас приходим, как бы пришли пораньше, чтобы ее самим собрать. И какое мое удивление было, что она собрана. Большое удивление. Знаете, почему? Потому что ее вот просто так не собрать. У каждой детальки есть нумерация. Покажи. Вот, вот смотрите. Вот, допустим, 3. Да? Вот, вот. Допустим, 4. Мы, кстати, решили ее все-таки разобрать и пересобрать нормально. Потому что, как выяснилось, работники пришли, сказали, что у них кое-где несостыковочка была. То есть, она не соберется. Вот, все правильно, как мы ей думали. Это сделано первое. Для того, чтобы здесь наши конкуренты ее не собрали, не выступили, да? И для того, чтобы, ну, в общем, технологически... Что, в натуре ради этого? Ну, нет. На самом деле, мой одногруппник, который вот ее делал, делал... Друзья, ты еще учишься? Ну, бывший одногруппник. Я просто не хотел говорить мой бывший. Он сделал площадку сам, своими руками, у всех в гараже. И нельзя сделать каждую деталь абсолютно одинаковой. То есть, они не могут быть взаимозаменяемыми. Поэтому мы придумали вот такую нумерацию. Знаете, хочу вам сказать, очень... Свойной, надеюсь, просто гробик. Молодец! Все. Все. Вот на выступлении не страшно, да? А здесь ты думаешь, решаешь. Дим, чувствуешь разницу в уровне на выступлении и уровне, когда ты репетируешь? Да, по сути, да. На выступлении приходится выкладываться. Приходится, да? Движения все делать, а на репетиции можно подзабить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я смотрел выступления воркаут-коллективов на подобных проектах, у меня возникал один вопрос. Почему люди могут лучше? Мы видим, как они себя проявляют на соревнованиях. Они действительно могут лучше. А показывают что-то среднее, я имею в виду по уровню. Постановка замечательная, но трюки полегче. И знаете, ответ на этот вопрос предельно очевидный и понятный. По-другому никак. Когда перед тобой большая ответственность, ты идешь на этот проект с большей целью прорекламировать свой коллектив, да? Показать красивую картинку, то, что ты выполняешь уверенно и убедительно. То, что нужно заказчику, вот. Естественно, ты не будешь ставить те элементы в шоу, которые ты делаешь не 10 из 10 раз. Алейкум эс-селам. Селаму алейкум. Селаму алейкум. Селаму алейкум. Мальчик! Д − Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И пока ребята восстанавливают дыхание, я их представлю. Дмитрий Кузьмин, Владимир Чуханов, Дмитрий Кузнецов, Андрей Пятаков и Наталья Китаева. Дмитрий Кузьмин, Владимир Чуханов, Дмитрий Кузьмин, Владимир Чуханов, Дмитрий Кузьмин, Владимир Чуханов, Андрей Пятаков и Наталья Китаева. Если вы придете без идеи и тетю не используете как-нибудь оригинально, то я на вас натравлю Жанну. И мы решили эту проблему исправить. В финале наша идея была полиэтиленовый апокалипсис. Такая проблема существует, мы решили осветить ее. До этого у нас было две идеи, прямо огненные идеи. Это космическая тематика с очень мудрым, интересным тезисом. Я не буду озвучивать, потому что мы потом еще это воплотим в жизнь. И Love Story. Это все режиссер сказал, что не получится обыграть в рамках нашего проекта. Поэтому останавливаемся на третий. Кстати, третью идею нам предложил хореограф. Блин, у нас был замечательнейший хореограф Сергей. Он реально круто нам помог. Я раньше думал, что работа с хореографом это какая-то странная тема. Это тот человек, который будет, там, здесь сделай вот так, здесь сделай вот так. Ну, я вот представлял хореографа так. Нет, это тот человек, который абсолютно полностью шарит по набору трюков, которые мы примерно можем сделать. Даже иногда их правильно называет. Он понимает, какие задачи нам стоит дать, как нас расставить. Все это прям вот в здравом уме. И у него в голове гораздо лучше все происходит по схемам. То есть он видит это как зритель прям очень хорошо. Мы иногда наш взгляд затуманивается. Еще вторая причина, почему работа без хореографа сложна. Когда мы друг другу предлагаем идеи, типа, ну, давай вот сейчас мы сделаем здесь так, вот поясним так. Мы критикуем идеи друг друга. Мы прям вот больше спорим на нашей репетиции, нежели репетируем. Когда у нас есть сторонний человек, опытный, и он говорит, давайте попробуем это. Мы такие невольно, ну, давай, почему бы нет. Мы гораздо более легки на подъем, когда с нами, точнее, нами управляет человек, который, ну, словно говоря, не в нашем коллективе. Тянись. Когда мы обсуждали тему пластикового апокалипсиса, у режиссера пришла гениальная идея, точнее, у хореографа, покрыть всю сцену полиэтиленовой пленкой и на ней выступать. Мы такие, да, прикольно. Действительно идея классная. Вот. Но когда мы уже это попробовали, повзаимодействовать с полиэтиленовым материалом, с этой вот мишурой, которая прям тянется за тобой постоянно. Ты делаешь трюк, задеваешь ногой, все. У тебя нет трюка. Поэтому мы сильно, сильно ужались по трюковой составляющей, поэтому глазами воркаутера номер прям конкретно просел. Глазами зрителя, наверное, нет. У нас три дня было на репетицию, да? Ну, потому что так было, нужно проект. А проект не начинает работу за долгое время до эфира. То есть все режиссеры, все хореографы, у них есть оплата. И, соответственно, они пытаются ужаться максимально и сделать поменьше репетиций. Вот. Что вот хотели бы увидеть люди, которые знают тебя и случайно попали на мой канал? Ни слова больше. Смотри, он сейчас делает горизонт. Это глиб, который помогает тебе делать горяком. Да, да. Что будет горяком? Я не говорил? Ой-ой-ой! Это он еще плечо травмировал. Да, кстати, больновато. Возможно, вам интересно узнать о том, насколько все наиграно на телевидении. Соответствует ли реальная картина той, которую вы видите под телеку. Скажу сразу, там очень зрелищно. Павильон очень красивый. То есть в плане реквизита, что вы видите на телеке, я скажу больше. Выглядит хуже, чем то, как мы видели это вживую. Но все эмоции людей, зрителей, комментарии, ведущих и так далее, все, разумеется, это нарезано. Если вы когда-либо снимали свой видеоблог, вы знаете, сколько мусора вы оставляете позади кадра и не показываете зрителю. Вот примерно то же самое в таком же формате идет съемка передачи. Довольно интересно наблюдать, какой человек живой в тот момент, когда его не снимают. Откуда появляются аплодисменты? Разумеется, всех участников заставляют сидеть вот в этом котловане, там, где, условно говоря, мы все с довольными лицами должны наблюдать друг за другом. Съемочный день проходил с самого утра до следующего утра. То есть вы могли видеть грустные лица во время финала. Нет, это не грустные, это просто сонные лица, которые предвкушают, сколько им придется заплатить за такси, возвращаясь домой. А, на этом проекте такси особо никто не оплачивает, еду, пропитание. На этом проекте такие вот случайные издержки непредвиденные, питание артистам тоже не предполагалось. Хоть репетиции были довольно изнуряющими, полны ожидания. То есть ты стоишь 5-6 часов на этой площадке и ждешь своей очереди, да? Потому что, как мы все знаем, такие съемочные процессы масштабные, они все время сдвигаются по таймингу. Через 100 минут. Еще один интересный факт. На подобных передачах существуют отдельные подсъемочные дни. Как правило, это генеральная репетиция. Вы выступаете в такой же хронологии, как будете в эфире, только без судей. Операторы снимают свои крупняки, бегают по сцене, там происходит вся движуха для того, чтобы подснять материала на случай, если что-то в эфире произойдет не так. Либо косикнет какой-нибудь оператор, либо косикнет какой-нибудь артист, упадет еще что-то подобное. Чтобы на финальной картинке все было красиво. У тебя есть два шанса, чтобы все снять. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Два фаворита, два лучших коллектива, и среди них уже решали тот победит. Нас, кстати, победила девочка вот с этой феноменальной памятью, которая запомнила Гарри Поттера. Она запомнила книгу и потом решала сложнейшие примеры. Когда она закончила решать весь пример, мы закончили складывать третью примерно цифру. Это было сложно. Вот, ну мы в целом удивились, это было по праву круто. Изменилось ли что-то в плане известности? Получили мы свою порцию подписчиков и так далее. Кстати, да, Наташа один человек даже написал в директ, что вау, вы как будто выступили. Ну, как вы поняли, что нет. В целом мы на это и рассчитывали, что мы выступим для своего портфолио. Потому что я уже не надеюсь на рейтинги коробки, ой, то есть я имею в видение. И сложно сейчас получить какие-то огромные охваты вот этим инструментом. Конечно же, все ушло в интернет. Но по-прежнему в головах людей телевидение осталось какой-то такой галочкой, что если тебя показали по телеку, это круто. Хотя объективно мы понимаем, что если тебя покажут на каком-то многомиллионном канале, это-то круче. Но вот галочка все равно, мама, я хочу быть в телевизоре, она все равно у многих в голове есть. Особенно на первом канале. Ну, это любимый канал твоей бабушки после НТВ, наверное, где, ну, менты перестреливаются там. Знаете сериал, да? Нет? В смысле? Что я думаю о результатах финала? Вы видели, кто победил, и вы видели претендентов, фаворитов, которые вы думали, ну, все, вот победа его наверняка. Был там крутой иллюзионист, Валентин Четверкин, цирковой артист и так далее. Концепция этого проекта в том, чтобы дать проявить себя не профессионалам, там, цирковым артистам и так далее, людям из театра, а простым людям проявить себя. Поэтому судьи скептично относились к тем, кто работает профессионально в своей области, заваты, вот этим и так далее. Они говорили, что ты выше этого проекта и не пропускали дальше. Валентин Четверкин, которого вы видели в финале, он прошел благодаря золотой кнопке. И, кстати, мы тоже старались косить под непрофессионалов для того, чтобы у нас был шанс выступить второй раз, потому что два выступления собирает хайпа побольше, чем одно выступление. Это математика. Ну вот и все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы можете кликнуть на эти подсказочки. Здесь тоже интересное видео. Все воркаут шоу, все о нем. Пока. Какая у меня жестикуляция ужасная.